ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края Дело банды черных риелторов подошло к концу. 4 декабря Забайкальский краевой суд вынес приговор организатору банды Николая Борисенко. На протяжении двух дней судья зачитывал приговор. В зале суда присутствовали и родственники Борисенко, которые поддерживали его морально. Сегодня вынесен приговор в отношении Борисенко, который признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе и мошенничество, убийство и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление. По совокупности преступлений назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбывания в исправительной колонии строгого режима. Организованная преступная группа была создана в июне 2009 года, освободившимся из мест лишения свободы Борисенко с целью хищения чужого имущества граждан. В состав преступной группы вошли трое его знакомых, в том числе директор ООО Читарь-Элт Владимир Дятлов, служащие Управления Росреестра по Забайкальскому краю Алексей Черепанов и Алексей Лысенко, паспортист к администрации поселка Макзон. Все они обеспечивали незаконное снятие с учетов владельцев квартир, без их участия предоставляя подложные документы. В период с ноября 2009 года по май 2010 года преступная группа совершила мошеннические действия в отношении трех жителей Читы, чьи квартиры были незаконно отчуждены, перерегистрированы на других лиц и затем проданы. При этом был убит один из прежних владельцев квартиры, а другой пропал без вести. Кроме того, одну из семей черные риэлторы незаконно выселили из квартиры. Весной 2010 года сотрудники правоохранительных органов вышли на след организованной преступной группы. Опасаясь быть разоблаченными, Борисенко в мае 2010 года организовал убийство двух свидетелей, в том числе паспортистки и посредника между ним и ею. По счастливой случайности жизнь посредника удалось спасти. Сам Борисенко, исполнитель убийства Анатолий Зинин, после этого скрылись от органов следствия и находились в розыске, в том числе и международном. В апреле 2013 года Забайкальский краевой суд приговорил Зинина к 23 годам лишения свободы. Дятлов, Селюков, Гаркушев, Мыльников, Дора Шилосенко получили от 3 до 7 лет лишения свободы. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забинфору.